Привет всем! Я надеюсь, вы успели заскучать за нами. Теперь наша очередь постараться вас не разочаровать. Итак, сегодня мы обсудим одну из популярных тем в последнее время – медитация. Чем больше ученые исследуют разные практики медитации, тем чаще делают вывод – медитация помогает решать множество проблем. Например, бороться со стрессом, развивать эмпатию, улучшать память. Как же все это происходит? Медитация уменьшает стресс. Умственные и физические нагрузки повышают в организме уровень гормона кортизола, а он стимулирует появление особых воспалительных молекул. В норме цитокины – воспалительные молекулы всегда присутствуют в организме человека, даже участвуют в его защите, но если их количество резко увеличивается, это становится опасным. В 2013 году американские ученые обнаружили, что восьминедельная программа снижения стресса на основе практики медитации и осознанности уменьшает постстрессовую воспалительную реакцию. В этом исследовании добровольцев мазали жгучим кремом с особым веществом, которое получают из самого острого в мире стручкового перца. Показательно, чем больший стресс испытывал человек, тем эффективнее ему помогала медитация. Что такое медитация осознанности? Классическая практика медитации строится на осознании момента «здесь и сейчас», способности принять свои мысли, чувства и действия без осуждения. Такая ментальная тренировка учит замедлять мысли, отпускать негатив, успокаиваться умом и телом. Она может длиться столько, сколько нужно. Поэтому ученым удобно исследовать медитацию осознанности. Они могут долго наблюдать за человеком и оценивать все бонусы и риски процесса медитации. Различные практики медитации могут влиять и на другие маркеры воспаления. Например, реакцию кожи на стресс. А еще она помогает бороться с физическими и психологическими последствиями стресса. Например, помогает избавиться от синдрома раздраженного кишечника и бороться с посттравматическим синдромом. Последнее легко подтверждается. Медитацию регулярно используют морские пехотинцы в США. Нейробиологи считают, что медитация осознанности ослабляет активность миндалевидного тела и укрепляет его связь с префронтальной корой. Обе эти части мозга помогают спокойнее реагировать на стрессоры и быстрее восстанавливаться после потрясений. Медитация полезна для ментального здоровья. Казалось бы, если медитация умеет справляться со стрессом и его последствиями, значит и для психического здоровья она хороша. Но здесь все не так просто. С одной стороны, медитация осознанности может помочь людям с депрессией. Об этом говорит исследование с участием более чем 4600 взрослых. Снижение уровня стресса может играть здесь немалую роль. Например, практика медитации поможет, если у человека ментальные проблемы вызваны именно стрессом. Но это же не всегда так. С другой стороны, важно помнить, что медитация не более эффективна, чем психотерапия и назначенные врачом препараты. Она может быть частью лечения, но никак не основным методом. Медитация улучшает внимание. В исследовании 2007 года ученые проанализировали эффект восьминедельного курса осознанной медитации. Они выяснили, медитация улучшает способность переориентировать и поддерживать внимание. Другое исследование провели с сотрудниками отдела кадров. Оно показало, тот, кто регулярно практиковал медитацию, мог дольше оставаться сосредоточенным на задаче и понимал ее детали лучше. Их коллеги, которые не медитировали, справились хуже. Есть данные, что всего четыре дня практики могут запустить положительные изменения, а эффект от них может длиться до пяти лет. Говорить о том, что медитация способна помочь людям с синдромом дефицита внимания, пока рано. Есть небольшие исследования о том, что это возможно, как минимум со взрослыми. Но нужны более крупные исследования, чтобы понять, как стоит использовать медитацию в терапии СДВГ. Медитация изменяет мозг Исследование ученых Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе показало, что у людей, которые медитировали в среднем 20 лет, объем серого вещества был выше, чем у тех, кто не практиковал медитацию. Это открытие подтверждает, что медитация способна влиять на нейронные связи. В 2011 году Сара Лазер и ее команда из Гарварда обнаружили, что медитация осознанности может менять структуру мозга. 8 недель медитации привели к увеличению толщины слоя коры в гиппокампе, области мозга, регулирующей обучение и память. В том же году их коллеги из Ельского университета заметили, что медитация снижает активность обезьяньего ума. Это когда внимание мозга постоянно перепрыгивает с одного объекта на другой. Обычно это связано с недостатком счастья из-за вечного беспокойства о прошлом и будущем. Медитация помогает не стареть. Возможно, привычка медитировать может замедлить и некоторые возрастные эффекты. Например, метод Киртанкрия помогает людям с возрастными нарушениями памяти лучше справляться с задачами. Что же за медитация Киртанкрия? Это один из основных видов медитации в кундалини-йоге. Пропевание особой мантры сочетается с движениями пальцев рук. Считается, что так можно достичь своей истинной сущности. Замена мантры другими звуками, как показали исследования, не дает положительного эффекта. Никаких изменений в мозге не происходит и память не улучшается. А вот если все делать по правилам, то положительных изменений можно добиться всего за 12 минут. При этом обзор 12 исследований показал, что разные стили медитации улучшают внимательность и быстроту ума у пожилых добровольцев. Еще одно исследование выявило, что медитация удлиняет теломеры. Это такие защитные колпачки хромосом. С возрастом они укорачиваются, а чем короче теломеры, тем хуже здоровье и ближе старость. Замедлить этот процесс может не только медитация, а также здоровое питание и спорт. Медитация делает нас добрее. Другие исследования показывают, что медитация любящей доброты, мета-медитация, помогает развить сострадание к себе и другим. Она активирует центры мозга, связанные с эмпатией и эльтруизмом. Цель такой медитации – создать добрые намерения к себе и другим. Во время практики человек должен принять себя таким, какой он есть. Представлять любящих людей, неважно живых или уже умерших, рядом и отправлять любовь тем, кто его окружает. Важно сосредоточиться на ощущении внутреннего покоя, чтобы получить максимальный эффект. Также появляется все больше исследований, которые утверждают, что практика осознанности может уменьшить психологические предубеждения. Например, одно исследование показало, что даже короткая медитация уменьшает предубеждения по отношению к бездомным. А другое, что медитация осознанности уменьшает бессознательные предубеждения против темнокожих и пожилых людей. Медитация помогает бороться с зависимостями А еще медитация может помочь человеку избавиться от зависимости, ведь она повышает самоконтроль и осознание отклоняющегося от нормы поведения. Обзор 14 исследований, например, показал, что медитация помогла людям лучше справляться с эмоциональным перееданием. Другое исследование сравнило эффекты медитации с эффектами программы «Свобода от курения» Американской Ассоциации Легких. За 17 недель люди, которые практиковали медитацию осознанности, бросали курить чаще. Так медитация и правда может все? Не совсем. В 2018 году группа из 15 ученых опубликовала исследование, которое выявило проблемы большинства работ по медитации. Например, многие страдают от непоследовательных определений, маленькой выборки, слабого контроля и короткого времени наблюдения. Похожему выводу другая группа ученых пришла в 2014 году. Они заявили, что медитация может улучшить состояние при стрессе, тревожности и хронических болях. Но что касается улучшения качества жизни, привычек питания и сна, например, то имеющихся данных пока недостаточно. Это не говорит о том, что бонусы медитации выдумали сами ученые, но означает, что к любым выводам стоит относиться с долей здорового скептицизма. Феномен темной ночи Ну и самое интересное напоследок. Некоторые исследователи предупреждают, что медитация может быть небезопасна. Речь идет о феномене темной ночи, когда человек после долгих практик теряет связь с реальностью. Что-то похожее происходило с американкой Меган Вокт, которая оказалась в психиатрической лечебнице после 10-дневного курса медитации випассана. Что же такое випассана? Здесь стоит остановиться и объяснить, что же такое випассана. Она предлагает не концентрироваться на чем-то внешнем, а обратить внимание на собственные ощущения. Адепты уверены, так можно увидеть истинную природу своего существования. Хотя випассану можно практиковать в любом месте в любое время, популярностью пользуется ретрит по системе Гоенке. Выглядит это так. В течение 10 дней в отдаленном от цивилизации месте вам следует молчать и медитировать, медитировать и молчать. В 2017 году психолог Уилла Би Бриттон опубликовала первую работу своего проекта о многообразии медитативного опыта. В ней она предложила желающим поделиться странными и страшными эффектами медитативных практик. Выяснилось, что почти каждый человек из сотни опрошенных хоть раз испытывал что-то странное после медитации. Кто-то ощущал тревогу и перевозбуждение. У других появлялись проблемы со сном и чувствительность к свету. У третьих проблемы с самовосприятием. В некоторых случаях эти эффекты списывали на детские травмы и психологические проблемы. Но странности замечали и у добровольцев, которые были абсолютно здоровы. Что же в итоге? Если вы хотите попробовать медитацию, сделайте это. Главное следите за своими ощущениями в процессе. Начинайте с небольших и несложных практик. Если у вас есть психические заболевания, сначала обсудите с врачом, подходит ли вам медитация. А более подробно о негативном влиянии медитации мы обсудим в одном из наших следующих видео. Поэтому, чтобы не пропустить его, подписывайтесь на канал. Ставьте лайк этому видео. И помните, мы всегда рады вашим успехам! Субтитры создавал DimaTorzok